А что касается правильного питания, Нина Бережная, наш корреспондент, выяснила все подробности у диетолога, как не объесться на новогоднем застолье. Смотрите сами. Новогоднего застолья, кажется, ждут гораздо больше, чем самого праздника. Столы россиян в эти дни ломятся от количества майонезных салатов, жареного мяса и прочей тяжелой пищи. Очень часто после таких ужинов многие испытывают дискомфорт и неприятные ощущения в животе, а многим и вовсе нужны пара-тройка разгрузочных дней, чтобы снова влезть в любимые джинсы. Но всего этого можно избежать и прямо сейчас я расскажу как. В этом мне поможет врач-эндокринолог со стажем и приличным багажом знаний в области диетологии Анна Рожкова. Вместе с ней мы отправляемся в супермаркет у дома, чтобы купить ингредиенты для будущего оливье. В первую очередь я решила положить в корзину главную заправку всех новогодних блюд. Его величество – майонез. Тут надо быть осторожным, быть на чеку, потому что сразу информация на упаковке гласит о том, что это 67%. Что означает эта цифра? 67% жира в 100 граммах. А теперь удивляйтесь. В одном грамме майонеза содержится 9 килокалорий. Путем нехитрых вычислений получаем пугающую цифру – 603 килокалории на 100 граммов любимого продукта. А знаете, сколько майонеза мы съедаем за год? По статистике в Европе количество колеблется в районе 2-2,5 килограммов. В то время как в России эта цифра достигает 5 килограммов майонеза на одного человека. Ну а что делать? Какой салат вообще без майонеза? Ну, в принципе, можно творчески подойти к процессу заправки салатов и выбрать, например, более безопасные и низкокалорийные ингредиенты. Узнав о том, сколько калорий я съем, если сделаю классический оливье, соглашаюсь на любые эксперименты и замены от Анны. Взамен майонеза – греческий йогурт. Сразу информация на покупке гласит нам о том, что 4% жира. В майонезе 67, здесь на 63 меньше. А чтобы йогурт хоть немного напоминал пикантный солоноватый майонез, к нему можно добавить зернистую горчицу. Итак, с заправкой разобрались. Уже лучше. Берем колбасу. Но и тут не все так просто. Вместо румяной варенки доктор советует обратить внимание на индейку. А соленые огурчики в салате пойдут на пользу, если уменьшить их количество и разбавить свежими. В салат также стоит положить побольше зелени. Добираю в корзину морковь, яйца, а вот от картошки я решила отказаться. Ну вот, теперь в моей продуктовой корзине полно ингредиентов для главного новогоднего угощения дома. Я приготовлю не только вкусное оливье, но и полезное. Но не спешите думать, что если вы не хотите набрать лишний вес, то любимое оливье придется перекроить под диетический и остаться без праздника. Есть несколько хитростей. Чтобы меньше съесть, можно прибегнуть к помощи ароматерапии. Некоторые ароматы снижают аппетит. На первом месте можно выделить аромат розового грибфрута. И совсем не обязательно его есть. Можно поставить на стол аромалампу или нанести несколько капель масла на запястье. А можно просто очистить фрукт от кожуры и подать к столу в небольших блюдцах. Для блокирующей аппетит ароматерапии также подойдет масло розы, корица или веточки мяты. Сократит количество съеденной еды маленькая посуда. При этом даже не придется заменять ингредиенты любимых блюд. Идеальная тарелка считается 11 сантиметров. Маленькая ложка и большая вилка. Проведены исследования, в которых установлено, что использование маленькой тарелки взамен большой уменьшает на 30% количество съеденной пищи. Кроме того, маленькая ложка, это примерно на 14,5% уменьшает нам количество съеденной пищи. А большая вилка, наоборот, способствует также меньшему количеству пищи. Ну а если вы все-таки планируете насладиться новогодним столом как следует и не принимаете правил игры, в которой майонез заменяют на йогурт, а вместо больших тарелок стол сервируют маленькими, то просто не засиживайтесь дома. После плотного ужина, обеда и даже завтрака отправляйтесь на улицу, покатайтесь на коньках или просто прогуляйтесь всей семьей. Активности после приема еды точно помогут не задержаться лишним калориям на талии.